В столице Чувашии продолжается чемпионат России по тяжелой атлетике. Напомним, что он является отборочным. По его результатам будет сформирована команда, которая примет участие в мировом первенстве. Наша землячка Наталья Хлёсткина стала абсолютной чемпионкой России. Об этой и других победах в нашем репортаже. Эта стройная молодая девушка с трудом ассоциируется с тяжелой атлетикой. Тем не менее, Наталья Хлёсткина, воспитанница Чебоксарской спортивной школы имени Валериана Соколова, бьет рекорды. В свои 25 лет она абсолютная чемпионка России и дважды обладательница Кубка Европы. В категории до 58 килограмм ей не было равных. 91 килограмм в рывке и 108 килограмм в толчке. Победа на нынешнем чемпионате России обеспечила ей путевку на чемпионат мира, который будет проходить в Америке. Конечно, рада. Очень важные соревнования. Это главный старт года российских соревнований. Обрадовалась. В принципе, к этому и готовилась. И очень довольна тем, что смогла подтвердить свой титул. Популярность растет у тяжелой атлетики. Хочется, чтобы больше занималось молодых ребят, девчонок. Спорт очень интересный, очень увлекательный и очень дисциплинирует. Хотелось бы, конечно, чтобы и в Чебоксарах, и в Чувашеве больше занималось ребят. Не боялись. Родители отдавали в секции. Ирина Баймулкина, чемпионка Европы, уроженка Ядринского района, результатом тоже осталась довольна. Она завоевала бронзовые медали в рывке 76 килограмм и в сумме двоеборья 172 килограмма. Впервые тяжесть грифа ощутила 10 лет назад. Пришла в зал за компанию и заразилась железной болезнью. Тяжелую атлетику воспринимает как способ реализовать себя. К чемпионату России мы готовились на сборах. У нас было три сбора подряд. И я сюда уже приехала со сборов. Ближайший план у меня в октябре – первенство Европы, которое будет проходить в Албании. Чемпионат России завершится 6 августа. Тогда и станет ясно, кто будет защищать честь страны на мировом первенстве. Рифат Фадкулин, Олег Якимов, Республика. Субтитры создавал DimaTorzok